итак гейл проваливается в сон следом за ним засыпает китнес она вот прислонила прислонилась щекой к столу здоровой щекой так и заснула и через какое-то время кто-то ее трясет за плечо она просыпается левая щека болит неприятно пульсирует там идут какие-то наверное процессы гейл спит рядом стоит пита лицо у него говорит печальная наверное смотрел долго на нас но тем не менее он предлагает ей пойти спать а сам говорит я за ним присматриваю фильме он садится за ним присматривать она выходит за снегом фильме она выходит за снегом и там происходит диалог между китнес и прим в котором прим говорит следующее диалог вот такой как глаз говорит ты не о глазе я беспокоюсь о том как мы живем разве можно вот так жить кто может вот так жить это вообще не жизнь и тут ей прим говорит знаешь вот после игр что-то изменилось я это чувствую а что ты чувствуешь надежду то есть прим говорит о том что получается что сейчас уже не так страшно как раньше она не раз будет ей говорить то чего другие бы не сказали вот сейчас она ей говорит появилась какая-то надежда я это чувствую и в фильме если я не ошибаюсь впервые звучит музыкальная тема прим четыре ноты четыре ноты которые потом в разных обстоятельствах будут повторяться и они всегда печальные и и даже сейчас когда китнес говорит понимаешь что все бы все что бы я не сделала возвращается на вас бьет по вам по тебе с мамой я не хочу чтобы вам это причинило боль и она говорит не думай о нас с мамой мы с тобой я тебя люблю это говорит я тебя люблю они обнимаются сцена которой нет в книге потому что в книге она не идет за снегом этим занимается прим очень такая трогательная и тяжелая сцена конечно и ну представляется вот эта тема очень печально сразу после этого в фильме идет еще одна сцена который в книге нет президент снова разговаривает с плутархом и он ему в очередной раз говорит о том что мне не нравится все что происходит все как вот развиваются события мне не нравится они смотрят запись вот этого момента инцидента когда гейла наказывают и прибегает сначала китнес потом хеймич потом пита он спрашивает сколько людей успело это увидеть ну трудно сказать хотя с 5 секундной задержки давали потом успели вот выключить но все таки проскочила снова говорит мне не нравится вот то что происходит и он говорит что если вы вы же обещали что будете сдерживать ее контролировать ее если не можете я ее просто уберу эта сцена в фильме хоть она и не представлена в книге она и в фильме не полностью дана в конечном монтаже в удаленных сценах есть показан фрагмент который но я думаю неплохо смотрелся бы я не знаю почему его убрали он довольно таки логично садится президент снова показывает на репродукции там какие-то работы он говорит вот это джаббер джей сойки говорны которые были созданы и он рассказывает ту историю которую мы все знаем в каждой книге эта история рассказывается говорны которые там спарились с этими с птицами пересмешниками и получились вот эти сойки пересмешницы эти созданы капитолием а эти вот плевок природы в нам в глаза нам в лицо и мы их тогда то есть тогда когда до того как до вот этого до того что происходило был отдан приказ уничтожить говорнов точнее выпустить их на волю они должны были сами передохнуть и он очень сожалеет о том что вот так неаккуратно был выполнен этот приказ вот к чему привело и он проводит параллель говорит если вы не можете это уже есть время если вы не можете контролировать китнис эверди тогда я ее должен буду уничтожить плутатр говорит да я понимаю он продолжает и не только ее а весь вид вот с птиц он перешел на какой 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 вид вот они и вот он показывает на экран там хеймич там китнис там пита победителей всех победителей я должен убрать чтобы они случайно как-то грех грешным образом не подумали что они непобедимы что даже лучшие даже вы самые сильнейшие вот на раз могут быть уничтожены весь вид я уничтожу потому что говорит вот из-за нее теперь они все сейчас представляют опасность во чтобы то не вы там не играли он говорит распорядителю игр вот во чтобы там не играйте они ну вроде как не хотят с вами играть по тем же законам поэтому я и вот он уже чуть ли не принимает решение и плутатах говорит ну есть такое такой метод мы устраители игр вот эти game makers до организаторы игры мы называем теперь вот это слово ринкл что-то в общем-то как морщинка переводится фильме и и перевели как уловка я не совсем понял почему вот то есть почему уловка да там они прибегают вот такой уловки смотрел значение этого слова ринкл не совсем согласен я с уловкой то есть надо вот эту неровность разгладить надо убрать вот эту проблему решить ее как-то что-то вот что-то вот такое ну одним словом ладно мы прибегаем к уловкам каким уловкам фильме сразу после этого идет объявление о семьдесят пятых колодных играх о квартальной бойне в книге это будет уже после во второй части мы сейчас пока что на девятой главе это последняя глава первой части книги вспыхнет пламя и здесь есть довольно таки много чего что происходит до начала объявления квартальной бойни и так китнис идет параллельная реальность уже не набирать снег а идет спать во сне она видит на этот раз не руту которая поет голосом сойки или наоборот сойка которая поет голосом рута и ведет куда-то и они пока что не могут дать и она видит мирту и это мирта гонится за ней валит ее на землю достает свой нож и вонзает его в левую щеку боль вот эти неприятные ощущения мирта преображается тело покрывается темной шерстью на пальцах вырастают хищные корти лицо вытягивается в звериную морду только глаза остаются миртины она превращается вот в такого волкоподобного переродка воет и получает ответ от других такие живут как она наклоняется лакает кровь которая хлещет из моей раны и каждое прикосновение причиняет ей боль китнис сдавленно вскрикивает и просыпается в холодном поту обычно в таких ситуациях рядом был пита а его сейчас нет она прижимает ладонь к щеке вспоминает откуда взялся рубец рубец и говорит вот если бы пита оказался рядом минуточку минуточку к чему эти мысли но мысль-то прошла мысль из ее сонного сознания вот прошла был бы сейчас пита рядом нет а теперь начинается сознательно она размышлять говорить нет нет все теперь я свободна я выбрала гейла и революцию жизнь рядом с питом это уже не моя судьба это судьба капитолия ее я отвергаю и так опухоль спала глаз приоткрывается зато там синяк у нее остался она выглядывает из окна и видит что это не просто снег а целый настоящий буран бушует и она рада этой погоде потому что надеется что в эту погоду миротворцы к ним не придут не захотят вот встать пойти там вытащить китнес из дома но надеется что ей на руку тем более говорит сейчас вот так пару дней наверное такая погода продержится нужно хорошо подумать обдумать дела как я буду вести что я буду делать подготовиться по обсуждать это все с химичем спито гейл рядом но она начинает думать о последствиях какие у нее перспективы что ей грозит менее суток назад я была готова скрыться в лесах со своими близкими в разгар зимы и потом вечно прятаться от преследователей вот она смотрит на эту погоду говорит да конечно такое предприятие сомнительное вот чтобы я с ними сейчас делал вот если такая погода в лесу причем если я одна скажу могу что-то сделать для себя а там одновременно вот столько маленьких детей будут одновременно замерзать да конечно идея сомнительная но теперь ей угрожает опасность куда серьезнее бунтовать против капитолия значит навлечь на себя немедленный гнев надо свыкнуться с мыслью что в любую минуту я могу попасть под арест в дверь постучаться как прошлой ночью отряд миротворцев уведет в темноту там уже увечья побои может быть даже пуля в лоб они когда принимают решение о казни там очень много способов могут придумать как бы поиздеваться хотя в принципе говорит чего то я чего я боюсь я в лицо смерти уже не раз смотрела я был атрибутом во время голодных игр выслушивал угрозы президента в лицо получила удар плетью я уже давно мишень но вот есть один сдерживающий фактор вот одна дилемма это прим только она вспоминает о сестре она вспоминает тот день когда она обещала ее защищать когда она вызвалась добровольцем если сейчас я сделаю что-то такое неминуемо и прим это коснется и мама и всех ну вот прим я обещала же ее защищать вот дилемма в чем и тут она понимает ее осязает точнее она наверное себя убеждает в том что прим то уже причинили боль убили отца спокойно смотрели как она чуть ли не умирает от голода назвали ее атрибутом заставили наблюдать как сестра сражается за свою жизнь на арене девочка перенесла куда больше нежели я в ее годы но даже ее страдания блекнут перед судьбой малышки руты действительно ли она успокаивает себя в том что прим уже свое получила она уже настрадалась я считаю что если это так то конечно же тут самообман какой-то попахивает самообманом но дальше она говорит но даже ее страдания блекнут перед судьбой малышки руты сбрасываю с себя одеяло жадно глотаю холодный воздух просачивающийся сквозь щели прим рута именно ради них и стоит бороться с ними обошлись так неправильно так несправедливо что мне не осталось иного выбора верно опять идет какое-то вот какое-то самоубеждение она что-то решает она к чему-то приходит но она до конца не уверен и так у нее постоянно она какую-то мотивацию ищет своих действий она вот решила что она будет теперь восстание поднимать и все как-то подгоняет под это какие-то цели конечно какая-то мотивация абсолютно реальна да она должна защищать сестру она должна делать все что может да с рутой обошлись бесчеловечно это все бесчеловечно это да да но она хочет оправдать то что она хочет с гейлом сейчас поднимать здесь восстание вот о чем нужно помнить каких бы поступков если снова накатит ужас каких бы поступков от меня не потребовали чем или кем не пришлось бы пожертвовать я буду думать о них и о маленьких юных личиках взирающих на нас с питом с площади одиннадцатого дистриста руте уже не помочь зато роли позе и вик еще живы и прим жива то есть тут трудно сказать что она цепляется за прошлое за то что было там вот у нее и это мотивация ее действий нет она думает конечно о тех кто жив их надо спасать но она понимает что ее действия могут привести к тому что они пострадают гейл прав это наша возможность лишь бы людям хватило смелости за него хватится то есть вот такая возможность сейчас попало в руки надо просто как-то поднять их на ноги я уже говорит много сделала решив что я бегу но потом это изменилось да но сейчас чем я могу быть полезно вот этому восстанию она анализирует то как проходило восстание в восьмом дистристе и она думает только сколько она видела и она задается вопросом интересно они готовились к этому у них был лидер или нет или это спонтанно может быть где-то что-то произошло и потом вот в фильме у нас было так примерно когда и там был одиннадцатый действий так сказать в голодных икрах когда они приветствовали ее после того как она уложила цветами обложила цветами руту один из жителей одиннадцатого действий не выдержал и напал на миротворца другой не выдержал его поддержали и так далее началась вот эта драка такая капитальная и миротворцы тут же ответили и так и пошло здесь же она не знает как там и думает как здесь должно быть и вот здесь всплывает то что говорит то есть вот эта тема вот эта идея вложена в уста президента снова в фильме когда он говорит посмотри она не та за кого ее принимают она не лидер она просто свою шкуру спасает а они думают что она это вот предыдущий разговор и она понимает что она не лидер здесь нужен какой-то вожак вождь который за собой поведет он укажет путь внушит им веру своей силы и это не я что я могу я даже слов не могу подходящих найти когда вдруг надо что-то говорить ляпну что-то потом иди и выкручивайся меня очень легко сбить с толку вот пита например нет пита например всегда знает что найти всегда за словом в карман не полезет у него это все готово вот она снова вспомнила о пита жаль говорить что ему это не приходит в голову он может но не хочет она сожалеет о том что такой боец революции такой революционер пропадает спускается вниз мама и прим ухаживают за гейлом меняют там эти компрессы действие лекарства заканчивается и китнес начинает тихо-тихо готовиться к очередному скандалу спрашивает так намекает а укол не пора сделать мать говорит когда надо будет сделаю и прим подносит миску там снег какой-то зеленоватый они вот из этого снега делают компресс накладывают на него и у него вот боль отходит китнес смотрит понимает что там частично ей тоже она дает какой-то снег она прикладывает сразу боль отстает она понимает что частично из-за холода конечно но частично из-за вот этих добавок там травы холод и она думает о том а как вообще летом это бывает когда жара такая что нет снега что ты летом делаешь ну опять-таки вопрос на который мать может не ответить но сейчас не та ситуация когда она должна срочно что-то решать ей не должны мешать нет она отвечает летом я мух отгоняю это ответ который дают понять много чего китнес китнес говорит а почему вот если повязки сейчас вы накладываете почему вчера нельзя было он говорит потому что вчера раны еще не схватились они должны схватиться потом можно китнес не понимает о чем это речь и ей становится стыдно за то что она вчера вот так агрессивно относилась к своей матери она просит прощения и та выдает такую фразу она говорит ничего бывает бывает и хуже вообще люди плохо переносят страдания тех кого любят любят это китнес думает тех кого любят да говорит я люблю гейла она говорит но какой именно любовью я не могу понять я не могу определить не знаю прошлым вечером в порыве страстей я поцеловала его но ведь он этого не помнит или все же помнит надеюсь что нет это бы сильно все усложнило и вообще не до поцелуев теперь когда грядет великий мятеж ну такая революционерка у нас и она произносит такую фразу я не сравнивал как там в английском ну я думаю что скорее всего все так же и сейчас я не буду копаться сейчас сейчас еще вот одно посмотрю нет не буду отвлекаться фраза такая и вообще не до поцелуев теперь когда грядет великий мятеж трясу головой избавляясь от лишних мыслей и вопрос который она после избавления от лишних мыслей задает а где пита то есть это было ее лишней мыслью от которой она избавляется ну как то да она не могла так избавиться все она вот так потрясла головой все лишних мыслей нет остались не лишние мысли но тогда еще хуже получается в ее случае нет она избавляется от лишних мыслей и эти мысли цепляются за нее за ее сознание она говорит а где пита а он говорит пошел домой когда ты заворочилась он сказал что не хочет оставлять свой дом без присмотра в такую погоду добрался ли он говорит не знаю позвони спроси пурга такая что в принципе можно было и вот от дома до дома не дойти он говорит позвони спроси ей как то не хочется особо и в комнату заходить и звонить но да если она заинтересовалась она поднимает трубку набирает номер он отвечает да привет хотела убедиться что ты спокойно дошел он говорит китность наши дома находятся в трех шагах да говорит я понимаю но пурга и все такое ладно ладно все хорошо я дошел не переживай он спрашивает благодарит что она позвонила спрашивает как там гейл поправляется мама прим наложили снежный компресс а твое лицо мне тоже дали снега сегодня химича видел говорит нет то есть он говорит да я его навестил он пьяный в стельку ну я печку затопил хлеб оставил она говорит что хочет поговорить и с химичем и с пита на что он предлагает подождать пока буря уляжется чтобы куда-то отойти подальше чтобы не было это по телефону чтобы не было в пределах досягаемости ушей всяких все равно говорит до тех пор ничего ничего не случится вот пока вот у нас этот буран вот эта непогода все равно ничего не случится давай подождем ну хорошо ждут они дня два метель стихает начинают убирать улицы люди еще день на это прошел китнес помогает маме с гейлом компрессы меняет опухоль исчезает рубец еще ноет вокруг левого глаза все еще тот синяк и вот при первой возможности выйти она звонит пита и приглашает его на прогулку они заходят за химичем приводят себя выходит они решают пройтись выйти из деревни потому что считают ее ненадежным местом для таких бесед что-то она хочет сказать снег убран так вот разгребли этот снег и трехметровые вот такие стены снежные даже это пугает китнес она смотрит на эти стены думает что они вот на них могут на нее могут упасть она как она сказала что она живет в страхе да она всего боится даже вот этого снега так вот они проходят достаточно чтобы начать разговор химич говорит ну так что будешь бежать она говорит нет бежать не буду а нашла какие-то изъяны говорит тут другое дело я считаю что нужно поднять восстание ну только Ууди Харрисона я могу представить как химич сейчас довольный веселый она его развеселила этим он смеется а мне нужно срочно выпить расскажите потом как все получилось хорошо ты то что предлагаешь мое дело маленькое подготовить к тебе свадьбе и я сделал звонок и не вдаваясь в подробности перенес фотосессию из-за погоды какой звонок у тебя же телефона нет он говорит благодаря Эффи уже есть представляешь она даже предложила мне стать посаженным отцом невесты я сказал чем скорее тем лучше химич он китнис ну такая вот беседа идет легкая он дает понять что ему просто смешно что план бредовый проходят люди с лопатами они их пропускают стараются особо не шуметь и они идут выходят из деревни и замирают они доходят до площади и замирают Пита вспоминает слова Пита вспоминает что все равно во время пурги ничего не случится давайте два-три дня переждем вот они переждали а за эти два-три дня площадь очищена вывешены флаги Капитолия марширует туда-сюда прохаживаются миротворцы частокол выставлен и он обносит виселицу и столб позорный который вот который прикрепляют начинают бить они замечают дым и огонь который идет со стороны только одного только один объект там может быть который могли бы вот так поджечь взорвать который бы их подкашивал бы состояние это котел да смотрит говорит этот трет быстро работает Хемич говорит они надеются что конечно никого там не они убили в процессе Хемич говорит людям хватило ума убраться по-добру по-здорову будь ты немного постарше тебе бы тоже хватило ладно пойду в аптеку загляну за денатуратом и он уходит они понимают что он идет за денатуратом потому что у него заканчивается такой обычный алкоголь сальная сей скорее всего там сейчас не будет продавать то есть он может себя угробить по сути дела надеются что запасов его хватит они ему приносят время от времени и Пита говорит что ему надо навестить родных я не помню я в прошлом видео отметил или нет но в тексте есть четко указание на то что Пита живет отдельно он навещает их они идет к ним обедает и так далее потому что у них пекарня они продают хлеб то есть это не перенести в деревню и конечно тем более что на таких условиях они живут что если вдруг что-то не то они должны вернуться вот он решает я пойду к своим а она говорит я пойду к Хейзову если честно я беспокоюсь думала что она постучится в дверь как только ращится снег но до сих пор от мамы Гейла ни слуху ни духу Пита предлагает пройтись с ней проводить а потом уже к своим зайдет на обратной дороге они идут и замечают как меняется как изменилось уже отношение жителей к ним вот приоткрываются окна на них смотрят если они обращают внимание эти окна люди отходят закрывают окна от оттягивают детей и Китнис думает о том что надеяться вот на таких людей которые чтобы они устроили восстание нет никакого смысла они сейчас боятся своей тени в котел пойти это уже в принципе авантюра они уже этого нет они увидели что происходит с нарушителями закона сейчас будут за любую малость любое нарушение наказывать мы с родными людьми занимаемся этим всю жизнь браконьерствуем торгуем на черном рынке высмеиваем капиталистов когда остаемся наедине в лесах но для большинства обитателей диссекта номер 12 наведываться в котел за покупками это уже опасная авантюра куда там восстание куда там мятеж Хейзел оказывается дома пози болеет корью уже начинает болеть корью она не могла не может его оставить знает что Гейл в надежных руках хитнес говорит ему гораздо лучше мама сказала через пару недель он вернется в шахты на что Хейзел отвечает пусть не торопится все равно сейчас шахты закрыты рудники закрыли до особого распоряжения работы нет никто не дает ей там не пользуется услугами прачки хитнес говорит ну наверное это из-за погоды да нет не из-за погоды вот Рори обошел всех спросил есть ли что постирать никто не согласился все предпочитают держаться подальше молчать в тряпочку ну как-нибудь обойдется думает дает ей там какую-то денежку хитнес они выходят в удрученном таком состоянии хитнес говорит что хочет заглянуть в котел он говорит пойдем вместе она говорит нет разве мало бед я тебе причинила думаешь если я пропущу эту маленькую прогулку станет легче и они ведут идут вместе к котлу здание котла точнее то что от него осталось оно даже не оцеплено потому что все уверены что туда сейчас никто не сунется от жара снег вокруг тает у моих ног бежит черный ручей это все угольная пыль из прошлого пыль таялась в каждой щели и трещине в каждой щели и трещине въедалась в доски даже странно что наш котел не вспыхнул раньше сначала подумала что надо навести сальную сей пита отговаривает ее говорит не сейчас сейчас не до этого они возвращаются к площади наконец-таки доходят до пекарни она общается с отцом пита о погоде говорят какие-то отвлеченные темы хотя вот вот эти сооружения страшные в нескольких ярдах от них они о них не говорят а потом она обращает внимание что ни одного из миротворцев которых она видит она не узнает все новые миротворцы куда-то пропал прежний глава миротворцев вот эти все новые их наверное заменили кем когда этот трэд говорил с хеймичем она обратила внимание на то что у него акцент какой-то и она не знает откуда он вообще из восьмого дистрикта из третьего из капитолия откуда могут прислать далее описывается состояние жизни общий жизненный уровень как резко падает шахты закрыты уже две недели дети вписываются в тессеры но пайки задерживают лавки пусты рудники открывают лишь через пару недель но урезаны зарплаты продлины смены шахтеров посылают специально на опасные участки в день пакетов пища прибывает прогнивший прогрызанный грызунами и жителей карают за все что только возможно гейл уходит к себе домой после этого они уже не говорят о восстании хотя китнес подозревает что он мысленно готовится окипает тихо тихо вот это пламя возгорается в нем единственным плюсом который произошел за это время то что она уговорила китнес уговорила хеймича взять к себе дом работницы хейзел и дом его теперь сверкает он убранный он чистый хотя его внутреннее состояние далеко не радужное он у него заканчивается запас алкоголя нового там пока что не предвидится и не весело в общем она продолжает чувствовать к себе вот такое отношение со стороны жителей все ее чураются отходят предпочитают не общаться но дома у нее там полно народу всегда потому что пострадавших приносят к матери она уже перестала брать деньги за помощь потому что у людей нет денег у нее заканчивается лекарство скоро будет лечить снегом вот такая ситуация лес под запретом под полным запретом гейл туда не ходит и китнис не ходит но однажды утром она на нее действует вот тот факт что ей начинают приходить посылки от эфи с нарядами свадебными нарядами и даже такая коробка написано что одобрена президентом и вот ее этот момент вывел из себя сорвалась она нет конечно без истерики без паники ничего но она открывает гардероб находит ту одежду которую ей ценно дал то есть во время вот тура победителей такой специальный комбинезон от головы до пят водостойкие ботинки зимний костюм термоперчатки она ничего не имеет против ее обычного но сейчас у нее такой поход запланирован когда вот эти достижения научно-технического прогресса ей не помешают она это одевает тихо-тихо спускается к лестнице выходит и окольными путями доходит до той дыры в заборе где рядом вот эта мясная лавка мясная лавка рубы снег там утоптан шахтеры тут проходили на работу шли вот она по этому снегу не оставляя таких четких следов переходит туда там в лесу она заметает веткой за собой следы и идет рассвет только брежет она находит лук и стрелы и идет прямиком по сугробам солнце поднимается слепить ее она идет к дому хочет попрощаться наверное потому что это может быть последний ее поход к этому дому в два раза дольше времени вот этот поход солнце ее слепит лицо немеет от холода хотя она сама внутрь чувствует что вспотела потому что очень хорошо держит тепло этот костюм и она измотана погружена в унылые мысли и пропускает знаки опасности например вот тоненькая струйка дыма которая идет из трубы следы запах отваренных хвой отваренной хвои вот эти еловые иголки и вот уже на подходе к этому дому она замирает потому что слышит взвод затвора за спиной у нее все на автомате она оборачивается достает стрелу натягивает перед ней стоит миротворец ну в глаз она ему целится белый их мундир вздернутый подбородок светло-коричневый глаз вот куда попадет острие но тут пистолет в руках женщины падает и она просит не стреляй этого всего в фильме нет этого всего этой главы практически в фильме нет вы помните тот эпизод когда они с Питой едут въезжают в одиннадцатый дистрикт и едут по проезжают мимо вот таких стен но это не совсем туннель это стены и она вдруг вот так мгновенно замечает как в ум проносится ее сойка нарисованная потом там написано что как то may all be in your favor пусть все шансы будут в вашу пользу там написано шансы никогда в нашу пользу не бывают и так далее то есть там уже в одиннадцатом написано что восстание ну в общем вот она видит вот эту сойку и она ты заметил но она не раскрывает эту тему что именно заметил а здесь когда эта женщина просит ее не стрелять она колеблется конечно думает что нет сейчас сейчас я вот не буду стрелять еще как выстрелю но она успевает разглядеть вещицу в руке незнакомки то и показывает маленький белый кружочек плоского хлеба скорее крекер серый подмокший по краям но посередине вот вдавленный четкий рисунок и извините я тут немножко зайду в следующую главу главу десятую которая открывает часть вторую потому что потому что в русском переводе слова моя пересмешница перенесены туда а здесь они у нас честное слово и она видит вот этот рисунок вдавленный вот в это печенье вот в этот крек это моя сойка пересмешница it's my mockingjay подумаем над тем что она в этот момент могла почувствовать наверное все таки она чувствует что она является символом грядущей революции она это понимает на этом заканчивается первая часть книги и вспыхнет пламя которая называется искра следующая часть будет называться бойня об этом завтра спасибо на связи пока на вкус вон 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 так это это это